В прошлом году ствер за Ксентеатром России был приведен в порядок, и он стал центром притяжения для жителей со всего микрорайона. Здесь играют дети, гуляют мамочки с детьми. Но есть и кое-что, что омрачает картину. Это магазинчик, который вырос в 10 метрах от отремонтированной аллеи буквально за пару месяцев. Уже с самого начала работы велись с нарушениями, ведь согласно правилам благоустройства, возле стройплощадки должен находиться информационный стенд, который рассказывал бы, что появится на этом месте. Но строительство шло под покровом тайны. Рисовались, мы сказали, ну не мы, а приезжали, говорят, нет, пива здесь не будет. Только продукция. И ваша там. Стих комбинат, да? Стих комбинат, да? Выбора очень много. А разрешение на строительство у вас? Это не план, дождь. Еще в марте мы обратили внимание на строительство этого объекта. Но тогда рабочие нас заверили, что здесь будет осуществляться реализация только сладкой продукции. Мы не поверили на слово и сделали запрос в администрацию. И вот что нам ответили. Данный участок площадью 186 квадратных метров на праве собственности принадлежит юридическому лицу. За разрешением на капитальное строительство в администрацию района это лицо не обращалось. Разрешительная документация местными властями не оформлялась и не выдавалась. Со слов представителя юрлица, на площадке ведется установка нестационарного объекта. Специалисты, которые выехали на осмотр объекта, не смогли определить, стационарный он или нет. При этом на возведение нестационарного объекта разрешение на строительство не требуется. И вроде бы все хорошо. И пусть бы открыли здесь магазинчик с водой, шоколадками и прочими вкусностями, как обещали строители. Но ведь открылся-то отдел по торговле пивом. В непосредственной близости от этого объекта расположены две школы, будущий детский сад, детская площадка и поликлиника. А между тем, согласно федеральному закону номер 171 ФЗ о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а точнее его статье номер 16, розничная торговля пивом в нестационарных объектах запрещена. А судя по ответу из администрации, магазинчик как раз и есть нестационарный объект. Конечно, можно предположить, что за время, которое прошло с момента получения нами официального ответа из администрации, владелец строения получил документы на капитальную постройку. Маленькой вероятности этого имеется. Но местные жители, для которых, собственно, и ремонтировали сквер, категорически против соседства зоны отдыха и пивного магазина, мол, пьющие граждане буянят и справляют нужду прямо под окнами домов. Я против этого магазина была. Ну, а люди вообще как-то сказали? Ну, я ни с кем не общалась, но я зашла, мне не понравилось, там пивом торгуют. И площадка здесь, аллеи, дети гуляют. И все начинают ходить здесь с пивом. Здесь мы против. Да, конечно, не надо. Ну, как и так, дети здесь и пивнушка, вот вы сами подумайте. Конечно, против пива. Против магазина не отрицательно, конечно. Надо здесь или ларек вот был, там и мороженое, там и пирожные, там все. Это можно. Но пиво, тут вон дети много гуляют. Они же сладенькое что-нибудь, бабуль, купи. Что, пиво им купишь, что ли? Мы вообще против алкогольных заведений. Поэтому нам не интересно, тем более здесь школьные заведения вокруг. Я думаю, не очень уместно. Конечно, против. Зачем там продавать? Там и заняты гуляют, все. Когда вот мы с мужем позавчера шли и увидели, что там пивное заведение, мы были крайне, крайне очень, ну, скажем так, расстроены. Вот на этой лавке, начиная с пяти часов вечера, постоянно, после семи, восьми, до одиннадцати, постоянно, и только шум банок. Я вчера вот ругалась с этой лавкой. Каждый божий день здесь пьют. В этом сквере проводили общегородские субботники. Средства на его реконструкцию собирали по программе местных инициатив. То есть деньги выделялись как из бюджета, так и из личных средств депутатов и жителей микрорайона. И все для чего? Чтобы какой-то ушлый предприниматель получал прибыль, открыв торговую точку рядом со сквером? И при этом его не смутили ни близость школ, детской поликлиники и будущего детского сада. Да что там, игровая площадка оказалась впритык к задней стенке магазина. Мы, конечно, отправим еще один запрос в администрацию с просьбой провести переговоры с предпринимателем. Глядишь, он и одумается.